Или в качестве обманного удара, после этого основной удар. Или и первый, и второй удар, и второй удар. С этой стороны двойные удары. Первый может быть в руку, второй непосредственно в полу. Человек может быть обманывание действиям, чтобы перейти к атакующим каким-то вещам. То есть их наносятся в разных плоскостях вниз, вверх, 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 вверх. Не важно в какую сторону, то есть наносятся двойные удары. То есть так же, понятно, можно и в руку два нанести. И с этой стороны рука, после этого голова. Так же существуют удары двойные здесь. То есть когда бьется этой часть, после этого бьется вторая часть в полу. Или если мы первая и не попали, второй зацепим. Или может быть первый, и потом после этого второй. То есть первый удар палкой, и после этого второй удар палкой. Первый, второй, то есть двойные удары. И тут делать. В горизонтальном, вверх, вверх. Так надо быть и вертикальном. Все, вы знаете, потому что тут уже не важно. Угл ударов. Важно, что две части палки работают. Даже если первый раз мы не попали, то мы можем скучать. Поэтому двойные удары присутствуют в работе столетия.